От Тувы победителями стали корреспондент газеты «Центр Азии» Юлия Манчинол, корреспондент телеканала Тува-24 Тамара Кабимальдинова, корреспондент телекомпании «Новый век» Роланда Казачакова и редактор радиостанции «Голос Азии» Ольга Возовикова. Первый вопрос на встрече с исполняющим обязанности главы республики задал главный редактор газеты «Тувинская правда» Роман Тасол. И касался он досрочного сложения губернаторских полномочий. Пусть даже новый человек к семь пядей во лбу будет, но ему все равно с нуля надо начинать, потому что тематику он не знает изнутри. Поэтому, когда с президентом разговаривал, я говорил о том, что, на мой взгляд, наступил тот период, когда надо спросить у народа. Если народ даст возможность докончить, то я бы хотел выйти на выборы и спросить об этом. Вот это был, на мой взгляд, личностный аргумент, и он касается лично меня, и, соответственно, президент поддержал и сказал, да, действительно, начатое нужно завершать. Следующий вопрос был из разряда тех, что задают представители желтой прессы. Существует ли? Можно определить по-разному. Кто-то говорит каст, кто губернатор, да? Кто-то говорит, там, команда, может быть, даже это точнее. А какие взаимоотношения внутри этой команды? Помогают ли они в работе или, наоборот, скажем так, постовые проглядываются на друг дружку? Существует ли, чувствуете ли вы, как будто задесь ваших коллег-губернаторов в силу ваших дружеских отношений с министром обороны? Является таким открытым полем, в котором участвуют губернаторы. И, скорее всего, по своей должности они являются такими модераторами формирования лоббистских армий, лоббистских групп. Конечно, для меня в этом отношении намного выгодные, лучшие условия, чем с некоторыми моими коллегами. Это правда, когда есть Сергей Шойгу, который является самым близким соратником главы государства, конечно же, мне намного легче. И знаю, что Сергей Кужегеевич обладает не только просто по определению своему каким-то по статусу министра обороны какими-то возможностями поднять трубку и там попросить своего коллегу по кабинету министров, но и просто как министра, который обладает своей харизмой, наработанным авторитетом и так далее. И, конечно, у меня почему-то кажется, что очень хорошие лоббистские возможности. Серьезное лобби Сергея Шойгу в федеральных коридорах власти и кропотливая работа команды республиканского правительства во главе с караулом в федеральных министерствах не миф, а действительность, которая сегодня позволяет двигаться ТУВе поступательно вперед. Следующая Козырьская ТЭЦ. Мы знаем, какая проблема дальнейшего развития нашей столицы, любимой столицы. Она не может развиваться, потому что Козырьская ТЭЦ остановилась. Все. Больше в него не вкладывает. Он только реконструируется, чуть ремонтируется, и за счет этого мы проживаем зиму. Зима для нас непростая. Только благодаря настырности или хорошей работе коллектива нормально у нас все проходит. Слава Богу. Но ведь как нам развиваться? Правый берег посмотрите, орбиту посмотрите, спутник посмотрите. Любое другое разрастание вокруг нас, города Козыла, она идет вопреки разного рода планам и, конечно же, не добавляет благоустроенности нашей столицы. Вот было бы здорово, если бы у нас город развивался, прежде всего, за счет центрального отопления, где есть горячая, теплая вода, подведенная нормальное тепло, но при этом, чтобы печек этих котелин меньше было бы. За счет этого у нас среда здесь, воздуха становилась бы совершенно другой. В Министерстве финансов Республики провели предварительные расчеты затрат на проведение губернаторских выборов. Они с учетом инфляции обойдутся республиканской казне в сумму 50 миллионов рублей. Сюда входит работа участковых избирательных комиссий, избирательной комиссии ТУВЫ, выпуск информационных материалов и другие полномочия, связанные с выборным законодательством. Это затраты только на губернаторские выборы без совмещения с федеральными. Предстоящие в сентябре выборы губернатора, уже с учетом их совмещения с федеральными в Госдуму, обойдутся республиканскому бюджету в пять раз дешевле, в сумму 10 миллионов рублей. После нашего общения я буду встречаться с Достойом Орландом Степановичем по вопросу как раз финансирования избирательной кампании уже вот региональных выборов, о которых мы сейчас говорим. Предполагаю, что это не более 10 миллионов будет стоить, вместо 50. Все равно там нужно будет бюллетни заказывать, нужно будет агитационный материал формировать и оплачивать людям за их работу. Не обошли тему развития и поддержки предпринимательства. Караул не понаслышке знает, как трудно пробиться начинающему бизнесмену и заработать свой первый капитал. Сегодня в ТУВИ реализуется ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Успешно работает фонд поддержки предпринимательства республики, бизнес-инкубатор и торгово-промышленная палата ТУВИ. Немаловажны и личные связи Шелбана Караула с крупными бизнесменами мира. Вот буквально вчера в Новосибирске в рамках инновационного форума я сказал, что еду сейчас встречаться опять с Джекма. Все, ой, да ты что, как так, тот самый, да тот самый, он уже к нам приезжал. Ну и для того, чтобы, может быть, какую-то затравку сказать, я говорю, Джекма собирается в России вхождение сделать через ТУВУ, говорю. Он здесь, все свои сервера здесь расположен. Мы обеспечим безопасность, мы обеспечим максимальную выгоду, льготность размещения мозга Алибабы в России здесь, в ТУВЕ. Много тем было затронуто на встрече и на все вопросы были даны ответы. В завершение встречи многодетная мать, редактор газеты «Улукхем» Оксана Базыр поинтересовалась, как Караулу удается совмещать работу высшего должностного лица республики и отцовские обязанности. Я знаю, что такое ответственность и как важно, чтобы дети чувствовали вот эту самую справедливость, если хотите, опять же. По крайней мере, учителя Гослицея мне часто говорят о том, что благодарят по поводу того, что мои дети не кичливы и не стараются как-то так выпячивать свою некую какую-то статусность или что-то в этом роде. Я им не даю такой возможности и считаю это правильно. В будущем они должны зарабатывать свою жизнь, свою как бы состоятельность, своим трудом собственным. В этом отношении, как они сформируют знания, это, пожалуй, главная моя родительская миссия. Мне очень важно, чтобы они получили должную образованность, а во всем остальном это уже их судьба, их карма. Нана Шенгена, Белякий Кулар, Буяна Юн, Илья Сапун, Новый Век.